Засыпает мой город Я гоню по пустым Если я это холод Если раньше наши мамы нам говорили Вышла замуж, терпи А как же ты без сильного плеча У женщины прям целая психологическая проблема Если мужчина уходит А мир-то все, разрушился Что же дальше-то? Жизни-то нету После замужества жизни нет А сегодня целый отряд девчонок Которые говорят Да справлюсь сама И мне кажется, это такой прям Отличный щелчок времени Что мы учимся жить по-новому Не зависеть от кого-то Что кто-то придет и решит все мои проблемы Иначе без него я не смогу быть счастливой Нет? От депрессии А ему походу весело В моем сердце месиво Как же меня бесит все Почему, блядь, так не везет Запишу голосовой Хоть и голос трясется И вся массовая культура, кстати, тоже кричит о том, что Girls Power Ну, Игры престолов Где мать драконов всем заправляет Дневник служанки Где женщины просто, мне кажется, решают глобальные проблемы страны Своей личной жизни А мужчина где-то там отдыхает в Канаде И вот у нас сейчас последний кинохит на всех экранах 8 подруг Оушена Где одна главная мужская роль И тот злодей Я не знаю, это происки феминисток все-таки Или мужики послабее стали То ли женщины что-то очень много на себя взяли Когда мне было 20 Все девочки, которые выступали в коротких юбочках И пели романтические песни о любви Воспринимались исключительно как поющие трусы А сегодня они все пишут сами Ни одна из этих девчонок не имеет богатого папика И не говорит категориями Дяденька, а вы правда продюсер? Нет, они снимают себе клипы Выкладывают их в ютуб И без всяких барьеров делают себе карьеру Каждая из них напрямую кричит о своем одевичьем Тому зрителю, которому она хочет Почему у меня песни на ТНТ, а не Какой-нибудь голос народной артисти Я не знаю, которой было куча до этого Я не верила в честность других конкурсов Да Почему? Не знаю Мне казалось, что это все как у нас У нас были просто такие голос И там все платно? Я слышала, что можно проплатить места Я увидела, во-первых, Тимура Эльдаровича Максима Александровича Я посмотрела И я думаю, блин, это что-то грандиозное Я должна туда попасть Черную звезду привлекает тьма Это Тимати здесь Ты запомнишь Вдруг мне показывает Ты пойдешь, говорит, на проект песни? Я говорю, а что за проект? И он мне показывает на Инстаграме Я быстро зарегистрировалась И в этот день все закончилось То есть в этот день уже закрыли Потому что там был большой прием заявок Сколько человек? 17 тысяч человек За 4 дня Я подала заявку Но у меня даже не было денег Купить билеты, приехать Потому что тогда меня уволили с работы В ресторане, в котором я работала И я не знала, что делать Я позвонила сестре И говорю, слушай, Гуль, у меня Как бы такая ситуация Я не знаю, что мне делать Она говорит, а я знаю Я тебе дам Это, говорит, мои инвестиции в твое будущее Ты отпрашивалась у родителей, нет? Это самая смешная ситуация Мама знала А папа приехал домой Он бывает неделю, там, 2-3 раза у него Бизнес за городом И он приезжает домой И я собрала уже чемоданы И я говорю, пап, тут один конкурс есть Какой еще конкурс? Что за еще конкурс? Я говорю, в Москве Он говорит, окей Когда? Я говорю, через час вылет Скажи мне, если тебе папа хоть раз однажды скажет Больше никакого шоу-бизнеса Ты послушаешься? Он говорил уже так Какие только они были Вы не представляете То есть были такие моменты, когда он просто говорил Ты не моя больше дочь Ну то есть он прям сильно злился, расстраивался Что я хочу, стремлюсь Хочу петь Я говорю, я не могу не петь, пап Ты меня пойми Я не могу Да, я могу быть экономистом Я могу отлично делать свою работу Я очень ответственная Но мне это не нравится Мне не приносит это удовольствие И вот он только, наверное, на песнях понял, что это мое Мне нужен тот, у кого нет в глазах сомнений И кто готов пойти со мной на преступление Ты приезжаешь на этот кастинг Страшно или нет, во-первых? Страшно Очень страшно Ну, во-первых, когда ты видишь такую очередь большую И когда столько талантливых людей И они везде поют И просто безумно все красивые Харизматичные Я начала петь, они меня такие останавливают Как-то хорошо, ты проходишь Я тогда такая Я аж прям не поверила То есть я выхожу и звоню родителям Начинаю плакать, что я прошла А в этот день это уже был обед То есть сколько людей прослушали Я первая, которая была в папе Там да, нет ожидания Вот, и я попала в да Вот, и счастья не было предела Когда я спела Мамасито У меня в инстаграме было 11 800 человек И когда этот ролик вышел Буквально за сутки Мне добавилось 12 000 человек Просто с невероятной скоростью Я вот просто вот так делала Листаю И у меня добавляется 1000, 1000, 1000 У меня начало разрывать дарект У меня в день по 500 смс приходило У меня разрывать начал Ватсап То есть всевозможные звонки И потом у нас забрали телефоны Через 2 месяца отдают Там, конечно Ватсапе было 2700 смсок Мама У меня просто заглючил телефон Губы можно слегка разомкнуть И больше играем на самом деле глазами Глаза, брови В своем собственном режиме Чтобы было комфортно было Естественно Давай песню поставим Ты хочешь эмоции или фэшн? Хочу сначала эмоции А потом возьму А потом возьму Окей Ну, чтобы было больше глубины То есть не улыбка ради улыбки А вот, ну Любовь я и говорю Расскажи мне, что такое 2 месяца жить без телефона Ты не представляешь, как это круто Да? Это очень круто У нас очень много было свободного времени Мы все читали книги Мы очень много посвящали времени музыке Мы постоянно джемили, мы постоянно пели А зачем они забирают телефоны? Что вы что? Как вы объясняете? Ну, я думаю, что это, во-первых, изоляция от социального общества Чтобы тебе никто ничего не насоветовал Конечно То есть ты на концерте А вдруг ты выступил плохо И вот эти все гадости ты начинаешь читать Во-первых, это все снималось Там и снималось и круглосуточно, ночью Если даже ты хочешь пойти попить чай Ты должен надеть петличку Потому что кто-то может подойти к тебе И ты там, может быть, зайдет какой-то разговор То есть это были и потолочные камеры И такие камеры И все это снималось На какой день или час ты забываешь о том, что тебе снимают? На второй На первый день было сложно Камера в туалете тоже была? Да Каково это? И в душе тоже Я неделю очень стеснялась И мне было тяжело принять, что здесь есть камера Я не могла просто Мне было очень тяжело Я закрывала всеми полотенцами То есть всевозможными И потом нам подошли и говорят Это все для безопасности То есть мы не просматриваем эту камеру Она говорит, выключен монитор Просто это для безопасности Потому что где-то на западе в реалите Повесился человек И поэтому в случае, когда кого-то не могут найти Зима, ну как первый раз сходить в туалет Прости, по-большому? Я не понимаю, под камеру Ну, привыкаешь Самое интересное, что Вот ванна Здесь душевая, да? И зеркало И мы там что-то разговариваем Там это все снимается Как оказалось За стеклом То есть за зеркалом Тоже есть камера И когда мы об этом узнали Просто Я говорю, боже, ну зачем? То есть ты понимаешь, что тебя тоже оттуда снимают Это очень тяжело Когда вся твоя жизнь Она перед глазами у миллионов людей Вот Это трудно И порой Сложно концентрироваться На том, что у тебя внутри Поскольку ты распыляешь очень много Ну, нет Ну, тем не менее, это мой выбор Я вообще блогер Я каждый день что-то снимаю Я каждый день на виду Я всегда Скажи мне, что больше повлияло В раскрутке тебя как артистки? Изначально лейбл или все-таки блог? Ну, ты знаешь Первый год, когда я была на лейбле Он был довольно спокойным У меня буквально вышло там Две или три работы И концертов особо не было То есть Меня особо никто не знал И когда я начала снимать блог Это все-таки очень многое изменило в моей жизни Я хватила огромную новую аудиторию Плюс в своих блогах я постоянно говорила о том, что я музыкант Я делаю музыкальные рубрики Я постоянно пою Я постоянно на концерте Они привыкли к тому, что я артист Они знают все мои песни И поэтому у меня суперлояльная аудитория сейчас Просто невероятная Друзья, сегодня мы снимаем одну новую рубрику Бьюти Чайник на мой канал На самом деле давно уже не помню Чтобы я ходила с какими-то своими друзьями на пикнику Если мои друзья смотрят это видео, знайте, что мне вас не хватает Сейчас вся молодежь сидит в интернете Вся молодежь смотрит блоги И если ты, типа, даешь им какие-то эмоции То они будут тебя очень любить Клав, кто новый герой? Можешь описать этого человека? Вот кто станет артистом? В сфере музыкального? Ну да, кто сегодня, я не знаю, в моде или народ говорит, вот такой нам нужен? Ну, сейчас люди очень тонко чувствуют Во-первых, это искренность Ну, качество самое главное То есть, если ты артист, ты должен во всем быть настоящим Не важно, какой у тебя образ Если ты плохой, то ты должен быть такой внутри То есть, если ты плохой по образу, но внутри ты душка Люди этому не поверят уже Это невозможно обмануть Он должен быть активным в соцсетях Ты заходишь на них, и ты еще раз убеждаешься в том, что этот артист true А может, застегнем ее полностью? Можем застегнуть? Слушай, ну строго совсем Класс! Хорошо Как скажете Серьезная Клавдия Вадимовна Магистрант Достаточно серьезно? Вполне Отлично И каждую ночь писала любви Один на двоих мир Но ты не спросил А нужно ли мне все это? У меня снялся в клипе Егор Крид И после этого момента Также на своем ютуб канале у меня пошла рубрика Клава Транслайт И видео мое Деспосита Я перевела на русский язык и спела Оно там набрало 7-8 миллионов просмотров Вот этот момент мне дал какой-то невероятный подъем вверх И тогда начались летние концерты Тогда я впервые выхожу и я вижу, что весь зал по этой песне Что все за мной бегут Что я не могу уже ездить на общественном транспорте Что меня выслеживают Вот этот момент, он был такой переломный Потому что я поняла, что как будто на новую ступеньку шагнула Может даже на две вверх Потому что оно очень резко все произошло А что ты чувствуешь, когда видишь 7 миллионов просмотров под своим видео? Ну ты не ощущаешь это, я тебе честно скажу Первый миллион классно, я радуюсь Но ты уже на следующий день думаешь Блин, а я хочу 2 А когда у тебя 2, ты такой думаешь Блин, что так мало? На этом видео уже 7 Я хочу 7 Ну ты понимаешь И у меня вот всегда есть эта ненасытность Мне всегда всего мало Я как начинающий блогер не могу понять Что ощущает человек, когда видит под своим видео 14 миллионов просмотров Реально нет, 14 миллионов Мне кажется, вся страна смотрит это поговорить уже Нет, на самом деле Потому что я здесь слышал обсуждение А 14 миллионов, когда видишь под своим клипом То ты чувствуешь огромную поддержку от всей страны, мне кажется Но есть же такой небольшой момент Вот я всегда удивляюсь Я иногда еду по радио Слышу какую-то ужасную песню, прям стрёмную И шазам, чтобы понять, кто это поет И я вот теперь думаю Люди, которые смотрели мои клипы Возможно, им скидывали и говорили Орони там, типа, ну знаешь, смотри, какая дня Типа, посмотри И может поэтому я 14 миллионов А возможно, реально хорошая работа У меня 14 миллионов под клипом она тебе не идет И этот клип полностью снятый Вообще практически там без мейка, без гонорара У нас бюджет клипа вообще прям минимальный За 4 часа мы сняли видеоработу Я очень сильно хотела Оказаться в клипе прям максимально приближенной К реальной атмосфере У меня получилось Мне, конечно, просто люди это почувствуют Посмотрев кучу твоих тук-шоу Я поняла, что все тебе задают этот вопрос Но никто никогда не получил на него нормального ответа Ты что, крайм, крайм? Кто тебя надоумил? Значит, выбрать столь невыговариваемую фамилию Чтобы все ее путали Че, как, крайм, берри Крайм что? Какая-то Карамболь, крем-брюле, карым-берым Крайм-брэр-што Это самое актуальное вообще Я в 13 лет придумала себе псевдоним А что, почему? Ты плохо знала английский И берри превратилась в брерри Что, почему? Нет, это вообще никак не расшифровывается Короче, на самом деле Дэн, мы же можем рассказать первый раз, да? Ну да Первый раз рассказываю Сейчас будет самая шизофреничная история С тех моих, которые я имею Короче, я сидела на уроке, как сейчас помню, информатики И в какой-то момент мне папа сказал Ну, это сейчас грубо будет звучать Но тогда это было сказано в контексте Что-то из-за того, что я позорю его фамилию А я тогда танцевала И я думаю, ну все, мне срочно нужно быть утреним И я сидела на уроке информатики И записывала какое-то предложение Вот что я сейчас, что я чувствую О чем я переживаю Это не стихи тогда еще были Просто первые фразы И я взяла первую букву каждого слова Но получалось, типа, по каждой букве Кра-Имбрэри Ну, типа И я решила, что Кра-Имбрэри как-то не читается Нужно Кра-Имбрэри И будет вообще идеально И я в этот же день, я помню, что я Дописала этот псевдоним Приехала домой Во всех там ICQ тогда еще было Я поменяла везде на свой псевдоним Каждый раз, когда мне говорят Поменяй псевдоним Я всегда за него борюсь просто до последнего У меня была идеальная семья Просто они хотели от меня чуточку другого Потому что они не понимали Как они могут мне помочь В том, в чем хочу развиваться я Я очень рано осознала Что папа на меня кричит Не потому, что он меня не любит А потому, что он не знает, как мне помочь Папа, естественно, как все, наверное, родители Хотел, чтобы я хорошо училась Мама просто сразу смирилась Что я чуть-чуть того А папа не сразу Ненавидела школу Ненавидела институт Выступала на алых парусах Когда было позавчера На выпускниках И не знала, чего им желать Потому что просто хотела сказать Кайфуйте, это лучший день в вашей жизни Наконец-то этот ад оценится позади Я помню, что у меня в классе была отличница Ну, прям такая девочка Которая поступила на бесплатное Я просто в частный вуз последний день поступила И то потому, что уже некуда больше документы было отдавать Это был прям самый отвратительный период в моей жизни И мы недавно приезжаем Я прилетала в Украину домой И я с папой захожу в магазин И эта девочка работает консультантом И я вот думаю о том, что Ей вряд ли пригодились 11 классов И красный диплом в институте Умение выживать в наше время почему-то Гораздо больше работает, чем наличие знаний по школьной программе Просто если бы я был спортив, так не было бы лучше А вот тут можно даже как-то сюда И вот это ты мне потом все будешь замазывать Это же прям фотки типа всех наших этих моделей Мне не охота Замес жирные бока Я не понимаю, что это? Откуда это все? Ну это типа, короче, когда через два дня съемки И ты смотришь свой монтаж предыдущих съемок Я клипы монтирую сама И я всегда замечаю то бока, то подбородок, то еще что И перед каждой съемкой обещаю себе похудеть И всегда за сутки до съемок я жру тортик Мариша, объясни мне, куда худеть Вот, видишь, бачок Можно кубиками когда будете монтировать, если вдруг это войдет Но вот здесь бачок типа легенький такой есть И ты типа, когда наклоняешься, видишь, он как выделяется Получается, я же не могу клип вот так вот сниматься А мне хочется всегда дэнсить, всегда хочется мне много дэнсить У вас были моменты, когда вы хотите, когда вам 34, и вы хотите провалиться под зерно? У меня не было дружеских отношений в нашем классе У меня класс был странный У меня в институте группа была странная Они всегда как-то тусили А у них никогда не было карманных денег, и их это не заботило Мы куда-то шли какой-то праздник отмечать, что ли, совместный И кто-то из мальчиков в классе сказал, что Ну, я не знаю, если мне мама даст деньги, то я, конечно, пойду, типа, там, бухать или что-то такое Если нет, то не пойду И я сижу и думаю, твоя мама работает на нескольких работах Чтобы ты пошел побухать с одноклассниками Это что вообще такое? Это что за бред? Почему это слышу? В 15 лет стала зарабатывать на школах танца И, то есть, у меня было три группы Я доучивалась в институте в школе И ездила преподавать в свои уже группы Они тебе это как-то сами прививали? Что надо быть самостоятельной? Скорее, у меня старший брат Он у меня на 6 лет старше И мне, кажется, всегда было так, что Меня с ним сравнивали, несмотря на то, что он мужчина, я девочка И у нас разница в 6 лет И говорили, а вот Олег уже там то-то, то-то И я такая, типа, в 15 лет подсобралась Так, у него уже нужно быть как Олег А Олег в 21 уже работал И все И как-то, мне кажется, меня это стимулировало всегда на максимум Не наснимаешься, да? Любишь свою работу? Да-да, правильно Да? Лицо не двигается в сторону-сторону А потом вот И что? Тогда волосы не будут двигаться Я моряшка, ты моряк Я рыбачка, ты рыбак Прикольно Прикольно Еще? Еще Я правда в шпагате быстрее с работы Кто отпил тебя на танцы? Мама, из-за плоскостопия У тебя было плоскостопие, ты пошла его справлять? Да, у меня было 4 годика Мне кажется, это самое неудачное место, где можно справлять У меня было 4 годика И моей маме сказали, что если вы отправите ее на танцы, у нее пройдет плоскостопие Кстати, плоскостопия у меня по сегодняшний день Какими танцами ты занималась? Я пошла на эстрадную хореографию И я пошла очень толстеньким ребеночком Таким Сейчас я понимаю, насколько все это смешно выглядит Я пришла, меня поставили четвертую линию, мне ничего не видно было И я прихожу на следующее занятие И такая думаю, у меня там ничего не видно Что там стоять буду? Я подошла к девочке, которая стояла в первой линии И говорю Ирина Петровна сказала, тебе сегодня в четвертом ряду танцевать Она пошла танцевать в четвертый ряд Я осталась танцевать в первом ряду Я такая гордая стояла просто Я даже помню свой первый выход на сцену Я была в костюме тортика Каравай у меня, номер назывался Весь зал ржал просто Я там за две минуты до конца песни должна была выйти И два раза присесть с двух сторон и уйти И мама говорит, я такой счастливой девочки Просто ни разу не видела Понимаешь, я такая гордая вышла в этом тортике Что меня выпустили на сцену А ночной клуб? Ты работала в ночном клубе? Да В 15 лет я пришла к своим родителям и сказала Я с завтрашнего дня буду работать в ночном клубе Представь себе на секундочку глазки моего папы и моей мамы Но я говорю, ну я вас приглашаю посмотреть на первый концерт Чтобы вы убедились, что я работаю не стриптизершей Это прям мой монолог такой был Заход к родителям Папа не поехал, мама поехала У меня был коллектив из пяти человек Две девочки, три мальчика И мы танцевали концертную шоу-программу У нас было по три номера за ночь Зарабатывала тогда около 50 долларов, мне кажется Но на то время я прям зарабатывала очень круто Да, я прям богиня себя ощущала Я не представляла своей жизни без танцев Я была уверена, что вырасту хореографом Я прям смотрела там, не знаю, фильм «Черный лебедь» Или что-нибудь такое И я прям все, я понимала, что это моя жизнь Вот у меня будет именно так Вот все будет прям потрясающе Не срослось потом Клав, а что за желание 12-летнему ребенку быть самостоятельным? Ну наслаждайся, родители все купят Я не такая Зачем? Да нет, в смысле? Что значит все купят? Настроя Зарплаты у родителей обычные, среднестатистические Ну как вот ты себе купишь какой-то телефон прикольный Вот, как ты, я не знаю, запишешь опять же те же песни Я хотела на музыку, я все на музыку откладывала всегда Кем ты работала? 12 лет я раздавала листовки Потом я расклеивала объявления Потом я продавала сим-карты Потом я работала продавцом обуви Аниматором работала Работала в костюме феи Я очень много где работала, очень много где работала Что самое сложное из этого? Ну самое сложное, наверное, продавать симки на вокзале И продавать обувь Потому что когда ты продаешь симки на вокзале Ты с четырех утра стоишь и ждешь первый поезд Но я всегда была лидером по продажу Когда ты вдруг сказала, что Ребят, я буду петь? Четыре года Кто отнесся к этому серьезно? Все Мама сразу отдала в хор Сразу я пошла в хор Пошла в музыкальную школу Но, естественно, когда я пыталась выбраться в шоу-бизнес Своими силами К этому не относились серьезно Потому что у меня был конкурс за конкурсом Конкурс за неудачи за неудачей И все такое И поэтому родители говорили уже Ну и друзья Родители и друзья все близкие говорили Клав, конкурсы не твое Ты и так талантливая Ты и так классная Зачем тебе эти конкурсы? Ты супер Делай свои песни Ну, понятно, что они хотели смягчить Меня подбодрить, что я классная И чтобы... Они просто видели, что я переживаю Что у меня не получается А я, знаешь, я в этих перчатках такие пытаюсь сквозь этот пузырь выбраться Но у меня не получается Это было трудно Папа в четвертом классе домой купил караоке То есть на тот момент это было очень дорого То есть... Конечно Я помню, что у людей даже телевизоров не было А папа на тот момент как раз хорошо зарабатывал И он привез домой огромный телевизор, караоке, такой CD-центр Вот там было пять тысяч песен Я знаю, не знаю, пропевала все И так я стала солистка хора Пела до одиннадцатого класса В бантиках Апиши мне шоу-бизнес Казахстана Он же свой, отдельный Да Вот, кстати, вы правы Говорят, что это не просто шоу-бизнес Это той бизнес Как я и говорила, что очень много свадеб Допустим, ну на моей свадьбе было там 300 человек А достигает эта цифра до тысячи То есть прям очень много людей на свадьбе Очень любят роскошные свадьбы Я думаю, что там, ну то есть если даже у тебя в семье не столько капитала Они все равно влазят какие-то кредиты и все равно делают эти свадьбы Это больше не то, что ты хочешь петь А то, что нужно То под, ну, под что будут, допустим, танцевать наши бабушки и дедушки И весь контингент Для нашего гостя из солнечного Таджикистана и так далее Да Ну подожди, у вас же все равно, вы снимаете клипы Нет, есть такие группы, допустим, 91 Так Да, Орда, 91 Это типа крутая группа Да, очень крутая группа, я их обожаю Они отлично танцуют Это жанр у них сейчас называется Q-pop Типа как K-pop Вот И читают рэп, и поют То есть да, они вот сейчас на рынке прям на буа Моя карьера началась, когда я просто поехала на кастинг в фабрике звезд И я прошла, 4 месяца вместе жили Я прошла в финал И после этого я работала с администратором То есть я работала с администратором, он меня продавал То есть ты постоянно был на экране Люди привыкли видеть этот сериал Да Наблюдать за тобой Они знают тебя Люди с тобой фотографируются Постоянно берут автографы Там приглашают на эту свадьбу, на ту свадьбу А если ты выступаешь на свадьбе или в ресторане Что чаще всего заказывают? Какой хит? Ну, чаще всего это, наверное, старые песни Ну, Хейдер Олджак Ну и потом Тина Тернер Я иногда просто не могла все эти текста выучить Потому что это нереально То есть ты можешь прийти на молодежную свадьбу Тебе нужно петь очень современные, да, песни То есть ты вечно с папкой стоишь? И с айпадом, и с папой Там просто миллион папок у меня было за все это время За этот период я столько песен учила Самый необычный заказ какой был? Самый необычный, когда тебя просят спеть какую-нибудь военную песню Которую ты не знаешь, к сожалению И ты просто начинаешь врать и подпевать А зачем ты ходила на эти конкурсы? Это перевиделась единственной площадкой, да? Чтобы как-то видеть себе? Нет, а как еще? Ну вот представь, мне 16 Я учу в школе Какой вообще вариант для обычной девочки Которая поет там в школе И где-то играет на гитаре в лагере Какой вариант пробиться? У меня вокальные данные, они не феноменальны У меня абсолютно обычный голос Поэтому я хваталась за любую возможность быть услышанной Вот, есть, увидела по телевизору конкурс «Молодые исполнители» Я такая Хачу-хачу-хачу-хачу То есть все, что я могла делать Смотрела, как видео, как продюсеры продвигают своих артистов Пыталась делать так же Пыталась где-то подражать Здравствуйте, я ваша Клава Я решила пополнить свою коллекцию гитар И приехала за новой красоткой Моим смертельным оружием, Идемо сам ты себя убил. Жить в твоей голове И любить тебя неоправданно, Отчаянно. Я смотрела разные стратегии, как развивать артистов. Сначала нужно сделать песни, потом нужно себе накрутить подписчиков в социальных сетях, потом выступать на разных музыкальных фестивалях, потом сделать промо-тур, потом снять какой-то музыкальный клип. Я все это делала. Сама? Да, я сама все это делала. Выступала бесплатно в разных клубах. Просто, чтобы где-то быть услышанной. Я не забуду тебя. Ну дай же что-нибудь никогда. Да, 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 что-нибудь. Никогда. Мое стальное питерское нет. Девушка, скажите, а вы для чего поете? Музыка – это смысл моей жизни. Просто помимо того, что музыка – смысл в вашей жизни, вы должны что-то дать со сцены такое, чтобы это стало нужным зрителям. Это просто мое прочтение этой песни? Песня мужская? Это ваше самовыражение. Если эта песня мужская, спойте ее по-мужски. Грубо, жестко. Девушка, пойте для друзей, для родителей, я не знаю. Но, понимаете, когда вокалист выходит на сцену, эта песня должна стать песней всего зала. Она ваша. То видео, которое, значит, есть в интернете, вот этот вот «Х-фактор», где сидит Арбенин, Леонтьев, Аллегрова и Носков, и все, значит, такими очень словами это все. Да нет. Ты сегодня на это смотришь? Ты видишь, я облажалась или, блин, что ж вы, сволочи? Нет, я не вижу. Я смотрела свое выступление это много раз. Я могу сказать, что я спела хорошо. Я спела в своей манере. Песни были, да, они были похожи две друг на друга, потому что они были в одной манере исполнены. Но я не облажала сто процентов. И даже тогда я понимала, что... Ну, это их мнение. Они уже не новый шоу-бизнес. Но мне было очень обидно, потому что я понимала, что это убедят все мои близкие, что это их тоже будет ранить, потому что они все за меня переживали. Мне было обидно, но буквально первых дня три, а потом я подумала, что у меня пофиг. Ну, тогда было просто как-то обидно, что они так сказали. Очень грубо, типа, поти для друзей, у вас никогда ничего не получится. Но зато сейчас приятно на все это смотреть и читать комментарии людей, что это вам уже пора. Ну, я сейчас, да, иногда встречаюсь с этими людьми на выступлениях каких-то мероприятий. Они тебя не узнают, конечно же. Ну, конечно же, нет. Это же было так давно. Но я не вижу зла. Это нормально. Здравствуйте, меня зовут Клавдия Кока. Уже не мне нравится. Не, она сто процентов, да. Она играет на гитаре. Она пришла с гитарой. Она сто процентов, да. Хочу поговорить с тобой, собственно, о твоем решающем конкурсе «Молодая кровь». Да. То есть это был уже последний того, что все, я иду последний раз, и хватит уже смотреть. Серьезно? Да, это было так. Тогда вот тяжело все в жизни. Я работала продавцом обуви. Меня заставляли, в европейском, кстати, меня заставляли, ты там не протерла корнер, ты опоздала на минуту. А там, знаешь, такая была история, что ты приходишь и отпечаток пальца оставляешь. И вот если ты даже на долю секунды опаздываешь, свой отпечаток пальца ставишь, то ты практически бесплатно работаешь весь день. Ну, короче, ко мне там плохо очень относились. Меня там не уважали. И несмотря на то, что я продавала довольно неплохо, там тоже была вот эта конкуренция, были очень взрослые продавщицы, которые уже пять лет там работают, и они, знаешь, как так плохо. Ну, очень мне... Мне было тогда очень тяжело. Это был, наверное, один из самых тяжелых периодов в моей жизни. Я подумала, вот кастинг «Молодая кровь». Попробую пойти. Я надеюсь, что я не ошибусь. Кока, заходи. Хочешь, сделаем, как у Лава Очковой, все в шпагате? Ну да. Можно снимать? Потом ставят по-любому уже этот шпагат мой. Могу интервью в шпагате просто давать. Нормально, да, тема будет? Что за травма была? У меня разрыв низка колена. Прекрасно, да? Такая позитивная новость. Позитивная. Как это случилось? Первый раз... А, в смысле, их было несколько? Да, два раза. Чтобы вы понимали, я прыгала двойной сальто, я делала все трюки, я что только не творила, у меня не было травм. Я поднималась по ступенькам и неудачно подвернула ногу. И это был просто какой-то трэш. Ну, для меня это, естественно, была такая трагедия, после которой я осталась одна, очень долго не могла прийти в себя. А второй случай был в день отъезда в другой город. Я собиралась поступать в Киев. Я собиралась поступать на хореографа. И я вышла из подъезда за хлебом и подвернула второй раз ногу. Такой сразу ком в горле, когда прокатываешься. Насколько это тяжело было? Ну, сейчас такая трамотичная нотка начнется. Ненавижу драмы, наверное, вспоминать. Тогда казалось, что это все. Ну, а куда дальше идти? Вот ты растешь, живешь, и ты всю жизнь своим родителям говорил, что они неправы. Ты растешь гением тут хореографии, у тебя все сейчас будет круто. И ты, начиная с этого дня, бомбанешь весь мир своим талантом. Ну, мы же все дети еще амбициозные до ужаса. Я так тем более, мне кажется, была. И когда в один день твоя жизнь рушится не только в том понимании, что у тебя травма, и ты, скорее всего, восстановишься, а еще в том понимании, что это такой период поступать, ты поступить уже не можешь. Ты по-любому пойдешь на поводу у родителей, поступишь на другой факультет, но ты и родителям не можешь сказать о травме, потому что тебе же нужно потом как-то им опять доказывать, что ты будешь танцевать. Я же верила в то, что начиная с этого дня все равно пройдет время, я опять восстановлюсь, я вернусь в танцы. Моя мама узнала о том, что у меня травма в 20 лет. Я скрывала травму от родителей, ходила по квартире, нужно было уникально видеть сверху основного бинта, у меня был эластичный бинт. И я ходила, ну, мне было ужасно больно, но мама не заметила эту травму. В нашей стране есть такое понятие, как все можно купить, вот тогда я это поняла на 200%, что можно сделать так даже в маленьком возрасте с количеством денег определенным, чтобы твои родители не узнали о том, что у тебя травма. Кого ты покупала, я не понимаю. А нельзя же операции такие серьезные еще делать. О, боже. Я поняла. А врачи тебе прям сказали, нельзя танцевать? Или ты самаришь? Да, самый первый раз. А мне врачи еще сказали, нельзя танцевать, когда что-то у меня вот здесь было. Я даже не помню, не знаю, как это называется. Притом, мне было лет 12, мне говорили, нельзя танцевать. Потом, когда с копчиком была проблема какая-то, мне говорили, нельзя пресс качать, нельзя танцевать. Потом с вывихом плечевого сустава мне говорили, нельзя танцевать. Но я же тоже знаю, я же умная девочка, я смотрю фильмы. Вон, у него травма, вот он восстановился, вот он добился успехов. Все сходится, моя история, все будет нормально. Но вот у меня как-то не так срослось. Мы просто шутим, будто на последней парте в школе. Твои намеки нифига не палятся. На меня пялится, но ты не паришься. Зачем ты запела? Случайно. От безысходности. Не потому, что хотела стать певицей. Короче, я писала песни другой девочки. Вот это как раз-таки делаем камбэк опять в ночной клуб. И в какой-то момент что-то пошло не так с ее родителями. Они запрещали заниматься музыкой. А я понимала, что, блин, у нас же круто получается. У меня девочки-танцовщица очень сильная есть. У меня есть звукач знакомый. Я же могу делать очень много всего. Ладно, запишу сама трек. Типа, ничего страшного со мной не произойдет. Все будет как бы нормально. Тоже поеду в студию, что время простаивать. Мы записали песню «Смогу ли я без тебя?» Я ее выложила ночью. Меня разбудил звонок директора клуба. Он говорит, ты видела, что у тебя 100 тысяч просмотров на Ютубе? И вот я приезжаю в обед в ночной клуб. И мы сидим такие, знаешь, обновляем страничку. А там 120 тысяч просмотров. И мы такие все друг на друга смотрим. Типа, ну, что-то, наверное, с этим надо делать. Я говорю, не-не, петь я не буду. Вот, я как сейчас помню, что не, ну, петь... Ну, я и не попадала в ноты. Ну, то есть, когда я пела дома, мне папа говорил, не вой. Мама говорила, что никогда у меня не получится научиться петь нормально. Я же орала, как резаная просто. И поэтому, когда мы первый раз выходили на сцену... Я помню, что мы вышли под фанеру. Я, в принципе, сказала сразу, я вживую никогда не выйду. Потому что то, что вы слышите, это автотюм. И там все нотки натянуты. Я не скрывала этого. Я такая девочка нестеснительная была. И я помню, что я, в принципе, мы там отпели какой-то концерт. Я перестала петь. То есть я переехала в Москву, у меня и ломки не было. Я как-то нормально все переживала. Но закончилась музыка, и слава богу. У тебя был конкурс «Фабрика звезд». Ты пошла в казахстанское. А потом, как он назывался? «Хочу стать звездой». «Хочу стать звездой». Ну, это такие телевизионные проекты. Которые, собственно, и принесли тебе в Казахстане популярность. Да, да. Ты там выиграла. У нас было трио. Мы подписали контракт. «Алтенгелс» ты про него. Да. Мама знала, что я с кем-то там встречаюсь. Ну, не знала с кем. И папа вообще не знал. Но папа так хотел, чтобы я вышла замуж. То есть, когда я уже была в группе, он мне сделал приложение «Выходи за меня замуж», «Жить не могу» и так далее. Я влюбилась, ну, я согласилась, поговорила с продюсером. Ты готова была пожертвовать карьерой ради замужества? Ну, в Казахстане карьера – это здесь, да. Здесь это карьера. А там, на самом деле, я думаю, что я тогда еще не понимала, что я делаю и для чего мне это нужно было. Вот. И тогда я очень хотела семью. Хотела детей. Я так понимаю, что сходила ты замуж и благополучно уже вернулась оттуда. Да, так получилось. Почему так получилось? Ну, мы не сошлись характерами. И я поняла, что это не мой человек. И, наверное, что в дальнейшем я с ним жить не смогу. Это превращалось в такое обыденное, неинтересное. И такая... Ну, в общем, мы с ним не понимали друг друга. Под конец мы просто очень много ссорились и просто перестали общаться. Ну, то есть мы жили вместе, но мы не разговаривали. И поэтому, вот когда дочке исполнилось два месяца, я ушла. Да, мы собрали все вещи, и мы с ней ушли. Ну, то есть мы даже с ним не попрощались. Ты сбежала? Нет, я не сбежала. Ну, его мама видела, что я уходила. Я позвонила родителям. Они никогда не знали о том, что мы ссоримся. Ну, я не любила о своих проблемах рассказывать своим родителям, чтобы они не переживали. И в этот день я просто позвонила и сказала, так, все, я больше терпеть не могу, я ухожу. Они говорят, а что случилось? Я говорю, ну, вот так вот бывает. Я говорю, а у нас, у казахов, это, ну, такая очень тяжелая тема, а то, что... Разбуд. Да. Особенно в Чинкенте. То есть ты возвращаешься в семью, ты опозорила семью, там. И, естественно, мои родители начали переживать. Давай, говорят, мы приедем, давай мы поговорим с ними. Я говорю, нет, от того, чтобы поговорить, ничего не решается. Я уже решила для себя, что я ухожу. Ты произвела такую революцию, можно сказать. Свободолюбивая девушка. Ну, просто я поняла, что я несчастлива в браке. Просто я собрала вещи, я написала ему смс, что ты можешь в любое время прийти к дочери, но жить мы с тобой больше не будем. На что он не ответил, и через полгода пришел только и сказал, что подает на развод. Это точно финал. Беги, кто предал, тот слово придаст. Беги, вешившись на это, хоть раз. Беги, сожги за собой все мосты. Почему Москва? Я переехала из-за любви. Я не переехала сюда за карьерой. Я ненавидела Москву. Я терпеть не могла этот город. Мне казалось, что все в нем как-то не так. И так было не за полгода. То есть я здесь жила, меня все ломало, и я очень хотела вернуться. Где вы в Сокольске, по интернету? В интернете, да, я вот прикинь, шесть лет была с человеком, с которым познакомилась в ВКонтакте. Ну, ничего удивительного. Да, моя первая любовь была, как мне казалось. Все же переезжают сюда учиться, все же переезжают сюда к мужчинам, у которых много денег. Я переехала к мужчине, у которого не было денег. Я переехала сюда по искренней любви. И я переехала сюда без образования ныне здешнего какого-то местного, без связи каких-то местных, и у него их не было. Как в самых попсовых мотивах, в самых зачитанных книгах, а не в YouTube. Ты везде такой ярый противник измен. А тебя обидели? Да, дважды. То есть я жила с человеком, с ревнивым, с человеком употребляющим, злоупотребляющим алкоголь. И я не буду дорисовывать весь ад отношений, которые происходили в моей жизни, включая и отсутствие денег в том числе, в том количестве, в котором я хотела бы. И я при нем не могла зарабатывать больше, потому что я была ограничена во всем. Я сейчас смотрю на себя свободолюбивую и не понимаю, как я в это вляпалась. Как можно было в это дерьмо вляпаться? И когда я ушла из этих отношений, я попала в рай. Я попала к человеку, который занимается творчеством, и с которым мне так хорошо, и который верит в мою музыку, и который дает мне целиком полностью свободу, и рядом с которым я чувствую себя независимой, который вообще ни в чем не хочет меня ограничить. И второй раз я узнала из-за общих знакомых с той девушкой, с которой меня изменили. Вообще, да, трэш? При этом, знаешь, в чем самый прикол? За три дня до измены, за три дня, это я как сейчас помню, это было 27 апреля. Вот эту измену я запомнила. Я что-то лежала и думаю, не бывает так идеально, по-любому этот человек меня предаст. Только пока не понимала, в чем. И потом, просто, когда я увидела вот так вот насквозь просто фотки, скринные сообщения, мне даже в телефон лезть не приходилось, я понимала, что в моей жизни начался самый большой ад, о котором я даже не могла представить, вообще, который я даже не смогла себе свизуализировать. Мы могли быть не одинокими, не слушая о том, что за окнами. Простить измену нельзя? Пыталась. Осталась в отношениях после измены. Не смогла. А что происходит? Как бы это выразить правильно? Ты такая вся гордая, независимая и мудрая. Да. Первое время пытаешься сделать из себя не жертву, да, как бы этого события. А типа я все понимаю. А типа да, я такая, я все понимаю, но это со всеми бывает. Так вот пытаешься из себя 60-летнюю женщину с сигарой построить. А потом наступает какой-то период, когда ты смотришь какой-то фильм про измену, и ты такой, соберись, тряпка. Соберись, тряпка. Такого не будет. И потом тебе такой, знаешь, кто-то на ушко такой случайно, люди не меняются. И ты такой типа, нет, я перебарю эту систему, я перебарю эту систему. И в какой-то момент ты понимаешь, что ты не то, чтобы даже не перебариваешь систему, ты перестаешь любить человека таким, каким ты любил его до измены. Может, нужно было просто в тишине Расселить с тобою свою жизнь. Человеку нужен человек, а кто тебе? Скажи, скажи, скажи. Я никогда в своей жизни не думала, что связь энергетическая с каким-то человеком может меня завести в такое убитое состояние. В состояние, когда ты реально не понимаешь, а есть ли смысл дальше продолжать и жить. Мне кажется, никогда в жизни не забуду, как я стояла на сцене, весь концерт плакала на веселых песнях просто, на веселых. Такие, ты танцуешь и ревешь, потому что не знаешь, куда дальше идти. Нужно съезжать в квартиру. А куда мне съезжать? Я переехала в квартиру, которую мне сняла подруга тогда на свои деньги. Я приезжаю в эту квартиру, и тогда я понимаю впервые в своей жизни, что соль и сода, они не включены в квартиру. Они не ведут вместе с квартирой. Потому что, мне кажется, когда ты живешь всю жизнь, я переехала к молодому человеку, естественно, порошок, соль, сода, все есть. Ты живешь дома, у тебя никогда не заканчивается сода и соль. И здесь я такая думаю, типа, капец, порошка нет, швабры нет, соли нет, соды нет, а как жить? Это все изменилось в один день. Знаете, как я благодарна тому периоду жизни? Вот если мне сказать тогда, что то, что я лежу вторые сутки в четырех стенах, не выхожу, не ем и не пью, это к лучшему, ну, это звучало тогда по-идиотски. А уже сейчас, глядя туда, я понимаю, что жесть, как это было круто. У меня есть песня диктофона до радио в альбоме, и там я рассказываю историю о том, что был период в моей жизни, когда я звонила маме и говорила, что вернусь домой. Это как раз май, три года назад. Когда я открыла скайп, собралась с мыслями и поняла, что мне нечем платить второй взнос за квартиру. Деньги у меня оставались только на билет и больше не нашла что денег у меня не было. И я звоню маме, говорю о том, что вернусь, рассказываю, что произошло. Она говорит, ты можешь вернуться в любой день, но ты с этого никогда не простишь. Я такая закрыла ноутбук. Думаю, ну да. Открыла ноутбук, такая думаю, надо написать песню и продать срочно. Прям я не знаю как, я не знаю кому, я не знаю зачем. Я опять закрыла ноутбук, взяла последние пять тысяч рублей и поехала, сейчас в самой убогой ситуации из моей жизни, я поехала курить кальян, пить кофе в ресторане на последние пять тысяч рублей, потому что я понимала, что вдохновляет меня только комфорт. И я понимаю, что сидя дома в этой убитой атмосфере какой-то девочки эму, я не напишу ничего вообще. Я написала трек, ночью договорилась со своим звукачем, записала, утром продала песни, вечером этого же дня забрала бабки. Офигеть. У меня еще осталось тысяча долларов. Моя первая, самая любимая, наверное, мною покупка была это кошелек LV. Я его просто хотела лет пять, наверное, когда каждый, я понимаю, что есть золотая молодежь, для которой это звучит безумно смешно, но для меня это было не смешно, я всегда хотела кошелек LV, и поэтому, когда я с ним ставила в руках, я думаю, слава богу, я все делаю правильно. Но есть кайф, когда сама заработала. Да, но я всегда сама зарабатывала. Просто одно дело, когда ты... У меня один кошелек не насосала. Да, 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 на кошелек не насосала, я просто не там работаю. Просто ты видела мои фотки старенькие, там во мне сразу видно, что нечего спасти. Я была 70 килограмм, черная, с прямой челкой, с такими тонкими бровями, не загорелая, такая вся какая-то неухоженная, неопрятная, не знаешь, из чего я хочу от жизни. И измена, она меня добила еще больше, в загон какой-то, вот самый первый. То есть, мне всегда казалось, что во мне много недостатков. Как вообще я могла себе подумать, что какой-то человек будет меня любить и не изменять? То есть, это вот после первой измены мое мировоззрение стало таким, прикинь. Мне казалось, что это вообще, ну как у меня, у такой стремной, как мне вообще пришло в голову, что меня можно любить, за что? Сейчас будет сеанс психоанализа. Марина, ты не стремная. Ну тогда мне казалось, что это именно так происходит. И смотри, то есть, я начинаю перебарывать свой стрем. Я сняла первый клип «Любви нет, это лучше не смотреть». Я понимала, что я типа сейчас борюсь с изменой. Мне казалось, что я познала жизнь, мне изменили. Я сейчас все это буду перебарывать. То есть, такой, знаешь, настроен. У меня есть песня анти-мужчины. Никогда умоляю прям не вставлять ее в монтаж этой песни, ну этого ролика. Я вас умоляю просто всех по очереди. Никогда. Потому что мне стыдно за... не то чтобы даже стыдно. Мне просто не хотелось бы сейчас возвращаться в то свое состояние. Но все мужчины-мудаки. Все ужасно. Никому не буду говорить о том, что я вообще испытываю такие чувства, как любовь. Я буду всю жизнь скрывать, что мне изменили, потому что мне было стыдно в этом признаваться даже самой себе. Начиная с сегодняшнего дня, я разъебу, как я сказала тогда. Все. И с этого дня так и получилось. Начиная с того дня, я стала делать музыку, которую знают тысячи людей, миллионы людей. Я стала любить себя такой, какая я есть. Не менять себе, не идти, не вкачивать себе ни скулы, ни губы, не пытаться что-то изменить в своей внешности. Я стала больше читать книги, потому что мне освободилось время от отношений. Я стала больше смотреть каких-то фильмов. Давай навсегда. Но вдруг повезет в этот раз. Буду твоя звезда. И всю жизнь буду верная, как сейчас. Утром новым разбуди, я не вспомню день и срок. Я не получаю злой? Пасно. Мне просто очень тяжело разозлить, поэтому не бывает злой в жизни. Что у тебя с Тимати? О, боже. Конечно, только профессиональные отношения. Он мой наставник, он мой босс, продюсер. И он нас поддерживает всех. И, как я и говорила, что мы записываем постоянно трейки, студии. что деловые отношения. А никаких намеков, никогда ничего такого нет? Конечно, ну что за бред. Вы знаете, как я читаю эти комментарии? На зиму, а плюс Тимати, там, нас уже поженили, трех детей приписали, там, и вот ее взяли, там, Кристину выгнали, взяли на зиму, взяли на зиму, потому что там так-то, так-то. А, был самый такой смешной комментарий, что, мол, ей не, ну, на финале-то, получается, выиграл Терри, контракт дали Денни, на зиме не дали, а мы вот, вот, а потом ей дали контракт. Почему? А потому что она понравилась Тимати, и та-та-та-та-та. И потом просто миллион, миллион комментариев. А еще интересно, у нас есть фотка с сестрой. Так. Так они сестру вырезали, а туда Тимур Эльдаровича поставили. Ты называешь его Тимур Эльдарович? Да. Это он попросил? Нет, это я. Ну, я просто спросила, какое отчество, мне сказали Тимур Эльдарович, ну, я так с реалити называю. И он нормально на это реагирует, не просит на ты перейти? Нет. Ну, я ко всем, кто меня старше, обязательно, как бы, называю на вы. Да, и, как бы, всегда по отчеству. Ну, это, наверное, такое воспитание. Даже когда меня просят на ты, мне очень тяжело перейти. Прям, я могу две недели ходить, меня постоянно будет поправлять, но мне очень тяжело переходить на ты, на личности. Они говорят, давай, давай не на вы. Я себя старше чувствую. Ну, ну, такое вот воспитание. Скажи мне, все-таки мужчина твоей мечты. Три основных качества, какие? Человек, такой, знаешь, с характером, сильный духом. Пойдет ты кулаком по столу? Нет, не обязательно. Ну, может быть, в работе, а со мной нет. Щедрый. Чувствую. А если он будет православным? Ну, необязательно. То есть, нация для меня не важна, на самом деле. Религиозная принадлежность? Тоже. Нет. Ну, в смысле, родители против не будут. Не, на самом деле, я не знаю. Был один раз парень, который был не нашей нацией, он за мной ухаживал. Тогда удивительно, что мама была против, а папа нет. То есть, все-таки, я считаю, главное, чтобы был человеком. Ну, что я вышла замуж за казаха, за свою нацию. И? Насколько, в принципе, вот семья верующая? Верующая. Как в таком случае папа относится, что ты позволяешь себе столь откровенные наряды и песни, которые сексуально, так скажем, ничего не скрывают? Это такая тема деликатная. Еще 7 лет назад был такой проект «Фабрика звезд». В Казахстане? Да. Где-то на третьем или на четвертом концерте меня одели куртизанку, в общем, с всякими чулками. Ну, и папа вот только начался. номер, он выключил телевизор. Вот. Примерно так он относится. Ну, конечно же, он переживает. Ему, естественно, неприятно было читать комментарии, когда писали после мамаситы, что, мол, только можно в шортиках голых себя показывать, особенно в России. И там шквал комментариев, хейтеров. И... она что-то ему сказала, папа, лучше не читай. Ты прекрасно знаешь, какой человек и знаешь, зачем я это делаю. А ты можешь не надевать эти наряды? Могу, конечно. Но это же образ. Все зависит от жанра, все зависит от песни. Я не могу выйти в хиджабе или в полностью закрытом там, длинном платье и читать рэп. Ну, это... это нецелесообразно и это вообще не подходит под песню. Я не скажу, что у меня одевают очень откровенно. Я думаю, что это просто сексуально, где-то прикрыто, где-то открыто. Но это очень подходит под песню. Ты подписала контракт с Blackstar. Да. Насколько он кабальный? Я, в принципе, вам ничего не могу сказать, потому что я, правда, у нас такая была смешная история, все там что-то читают, читают. Я говорю, слушайте, а можно расписаться, а потом я прочту это все? Они так смеялись. Потому что, ну, то есть, для чего ты приходишь в Blackstar, к примеру? Для того, чтобы работать. И я думаю, что для начинающих артистов они не поменяют никакие условия. Даже если ты там прочтешь это с юристами, даже если они тебе скажут, что это какой-то кабальный контракт. Если ты хочешь работать, ты будешь работать на их условиях. Ну, это самое лучшее лебо на стране. Сто процентов заявляю и убеждаюсь в этом каждый день, каждый час. И это была моя мечта попасть в Blackstar, быть там, быть его частью. Это было что-то такое из-за заряда вон выходящее. Я под большим впечатлением. Это был лучший концерт, на котором я была. Просто потрясающе. Как вы думаете, вы выложились на сто процентов? Ну, я думаю, что на 95 точно. Цифра 95 мне особо нравится. А насколько ты была знакома вообще с Тимати раньше? Росла ли ты на фабрике звезд? Ну, Я, у меня на звонке стояла песня, когда мы «Фу, Бичи, Икси, Тансу». У меня было «Оплачь на небеса» на звонке. Мне нравился Тимати. С самого детства, у меня было 12, там, 11 лет. И поэтому работать сейчас с ним и находиться рядом. Ну, просто каково расти девочки, ставить на звонок что-то, потом впервые увидеться с кумиром? Вот я вчера писала пост буквально, что 7-8 лет назад я писала Егору Криду ВКонтакте, писала «Какой ты классный!» А там позавчера мы это усиленные его дни рождения и дружим тепло уже несколько лет. И я к этому уже так привыкаю постепенно в жизни, что ко мне дико быстро все притягивается. Это очень круто, что все, что я хочу, я ставлю целью, и она у меня, не уходит, я к ней иду просто. Поэтому работать с такими людьми это огромная гордость и вообще нереальное чувство. Кто обрезал тебе волосы? Руководство? Влад и совет. Не, я понимаю, кто сказал «иди обрезать». Мне вообще не разрешали обрезать. А, да? Да, у меня были, смотри, у меня, помнишь, были такие натуральные, длинные, красивые волосы, типа студентка первого курса. Русалка. Русалка, да. И у меня была такая стратегия, которую мы придерживались. Что я обычная девчонка. У вас была стратегия, вы ее придерживались. Что я обычная девчонка, что у меня нет никакой стратегии, что я близка к народу. И как только я сказала, что ребята, может быть, мне стоит сюда поменять, есть вот такая история. Я просто очень фанатеяла от одной актрисы, и у нее была тогда такая прическа. Это была Марго Робби. И в итоге все-таки мы пришли к Владу, я пришла к Владу, и Влад сказал, давай попробуем, давай сделаем. Ну, офис сказал, ну, давайте попробуем. Попробовали, попробовали, и это кардиналить меня уложить просто. Серьезно? Очень сильно. Ну, то есть, у меня все делится вот в тот день, 22 апреля, или какой-то короткий волос и после. Ну, я же покрасилась еще, это же довольно такое резкое изменение. А что изменилось? Я стала себя по-другому чувствовать вообще. Тогда начал процветать мой блог. Тогда был суперинфоповод, что я покрасилась. Тогда мне вышел новый клип на суперновую песню, которая сейчас считается моей самой успешной успешной песней. И все реально как-то поменялось. Я смотрю свои старые видео, свои старые фото, где у меня длинные волосы. Я думаю, кто это за человек? Что это за девочка? Можешь ли ты сказать как четкий свой отрезок, вот это был мой первый успех? Зонок Вельвета. День, когда мне уже Алена Михайлова сказала, что мы хотим, чтобы ты стала нашим артистом. Я просто ее перебила на середине, говорю, я согласна. Это были где-то, ну вот чтобы не ошибиться, двадцатые переговоры в моей жизни с лейблом, с каким-либо. Почему ты отказывала другим? Как сказать, когда ты видишь откровенно, что тебе врут в лесу, ты будешь подписывать эту бумажку? Ну то есть, когда мелким сфертом что-то? Могу объяснить, какими-то, наверное, просто в разных компаниях были разные ситуации, но тезисно это было так. Ты такая прекрасная, ты такая талантливая, ты такая клевая, но у тебя не будет ничего, кроме нашего мнения. Неинтересно. Следующий. Ты такая талантливая, ты такая крутая, ты такая клевая, но мы не заплатим тебе денег за этот альбом. Крестик. Ты такая талантливая, ты такая клевая, ты такая харизматичная, ты такая умная, ты такая молодец, но смежные права – это права и твои, и мои. И я такая говорю, в смысле? Смежные права – это права использования сроком действия. 49 лет, и эти права будут принадлежать исключительно вам. Крестик на мне, при том они, не я на них. Типа слишком умная. Я никогда не отрицала, что мне важны деньги. Мне важны мои личные, честно заработанные деньги. И я понимала, что в каждом лейбле, когда я об этом говорю, мне как-то все пытались что-то сгладить. Типа, ну мы типа поставим зарплату, чтобы перестраховаться. Ну у тебя по контракту 3000 рублей, а на словах мы тебе будем платить 20%. Я говорю, а на каких словах вы мне будете платить 20%? Я извиняюсь. Ну типа на честном слове, просто у меня тут бывшие тоже говорили, что всю жизнь не любить будет. Как-то не трасплась и после этого не особо верю людям. И так было везде. Когда Алена меня спросила, что ты из разряда, как ты относишься к деньгам, и я сказала, что для меня очень важна самодостаточность, потому что я обеспечиваю свою маму, и я обеспечиваю саму себя. И мне бы не хотелось сделать так, чтобы в какой-то день я сказала «Мама, извини, я не могу тебе высвать денег». Или «Мама, ты не можешь поехать путешествовать». «Спасибо тебе за то, что вкалывала всю жизнь на меня, а теперь посиди дома. Без хлеба, без всего». Ну ничего же страшного, да? Ну это же жизнь. Главное радоваться мелочам. Смотри, у тебя есть я. Ну то есть, чтобы такой ситуации не было, я сказала, наверное, в первый день, что для меня это правда важно. И потом, когда мы уже подписывали контракт, я не читала его заранее, я попросила, чтобы на встрече был юрист, и мы просто каждый пункт проходили. У меня в контракте есть пункт, и продюсер обязуется. Вы крикните? Я первый раз такое видео просто. Это люди, которые уважают мое мнение, которые ценят мое творчество и поддерживают меня во всем. Теперь и я в надежных руках. Мы нашли друг друга. Нормально было? Нормально, естественно, давай. Скажи мне, пожалуйста, бывший муж позвонил? После всего этого успеха. Он меня удалил из друзей когда-то. Вконтакте. Так вот, недавно поехала домой, когда нам дали отдохнуть, увидеться с дочкой. Приходит уведомление ВКонтакте добавить друзья. На что я так и показала маме с папой. Отклонить. Пишет братишке родному и говорит, не могу связаться с ней. На каком она номере? Будто он забыл. У нас там почти одинаковые с ним номера. Вот. И он тоже удалил. Ну и все. Пока, пока тишина. Это так он явно, наверное, хотел встретиться с дочкой. Твой молодой человек, о котором ты заявила тут на мельнике, кто он по профессии? Во-первых, когда я заявила, а во-вторых, все-таки личная жизнь, это то, что сейчас... Ты говорила в интервью, вчера я смотрела, прям на радио сидишь и рассказываешь, что он ревнивый и так далее. Это было давно, тогда, когда, может быть, год назад я комментировала всю свою личную жизнь. Сейчас я такие личные вещи стараюсь сохранять внутри себя. Потому что все очень распыляет. Если ты самое близкое, свое самое родное достаешь, то, как правило, оно от себя либо уходит, либо еще. И поэтому вот последние полгода я сделала принципиальную позицию, что бы у меня не было в личной жизни, я это не комментирую. И просто один вопрос. Можно ли быть к этому готовой? Второй половинке, когда на твою, вот на тебя нагрянуло это все? Ты знаешь, мне кажется, это очень тяжело. Это очень трудно, потому что... Во-первых, любой артист, он постоянно в разъезда. Его постоянно нет дома. Он постоянно работает. И он работает больше, чем ты. Всегда. И это трудно, когда ты не видишь своего близкого человека, когда он зарабатывает больше, чем ты, когда он работает больше, чем ты. И ты начинаешь не понимать многие вещи, мне кажется. Ну, допустим, артисту нужно идти в клип и с кем-то обниматься, целоваться. Он артист, он актер. Не знаю, ему нужно приехать там в 3-4 часа ночи. Не каждый это поймет, не каждый это примет. А что делать, если ты зарабатываешь больше, чем мужчина? Ну, кажется, это нормально. Нормально? Да. Абсолютно. Тут самое главное, чтобы человек не бездействовал, чтобы он работал. Понимаешь, это же как повезет. Есть люди, которые всю свою жизнь посвящают работе. Но они не получают там больше, чем 40, 30, 50 тысяч. Они не получают. Просто потому, что они они трудяги. Они делают свое дело. Но вот так вот пошло. И я понимаю себя, что не пошла бы я на молодую кровь, я бы сейчас работала, может быть, продавцом обуви. Может быть, я бы работала в караоке. Клавочка, но это же как бы вот я не могу представить. Ты приходишь домой и говоришь своему мужчине, на, купи себе пиджак. Ну, нет, ну, конечно. До этого... Ну, это же... Нет, ну, а что? Мужчина, который работает, он может сам себе прекрасно все купить. Но одно дело, когда ты больше зарабатываешь, ты можешь прийти и сказать, слушай, я тут купила билет, и мы завтра едем с тобой отдыхать, условно. Ну, это не унижает мужчину? Да нет, а почему это должно унижать мужчину? Ну, это то же самое, что и стереотип, что, типа, женщина должна сидеть дома, а мужчина должен зарабатывать. Сейчас же нет такого. Сейчас женщина и мужчина, они на одной позиции. Они способны конкурировать. Это, наоборот, интересно. Это какой-то дополнительный интерес в отношениях. Пусть сегодня бесконечна и будет эта ночь Целыми запутаем, чтобы нам с тобой помочь Объяснить не сможешь, но по марке коже Мурашки, мурашки Мурашки, мурашки Мы так не похожи Но теперь похожи В твоей рубашке Мурашки, мурашки Ты смотришь на поколение своей мамы, например, и на себя. В чем разница между... У меня просто с мамой изначально, наверное, разные цели были. У меня мама была жена своего мужа. И, к огромному сожалению, у меня родители не живут вместе несколько лет, а всю жизнь я видела в своей маме идеальную мать и, как ей казалось, идеальную жену. То есть, и у нее были только эти ценности. Она не карьеристка. Она рано родила детей, и она была счастлива быть матерью. Моя мама всегда ставила себя на второй план. Я не понимала. То есть, я не понимала, особенно, когда очень трудный развод. Очень трудный. И я чуть-чуть не понимала, почему она не может из него выкарабкаться. Это же так просто. Собраться и пойти дальше. Это же так легко. И когда я говорила о том, что у меня трудности в отношениях, она говорила, ну ничего, у всех бывает. Надо потерпеть. Надо потерпеть, да. И когда я маме спустя пару лет сказала, это капец дурной совет был, терпеть. Я так рада, что я свалила. Вообще, слава богу, что я тебя не послушала. И мне кажется, у моей мамы в этот момент мир перевернулся. Я разговариваю с мамой, она мне говорит, яйца курицу учат. Это ее любимая фраза. Она говорит, но это очень удивительно, что я учусь у тебя жить. Она говорит, это очень странно. Через 10 лет твоя мечта, кем ты себя видишь? Через 10 лет успешной, красивой. Я очень хочу, чтобы то, что я делаю, нравилось народу. Чтобы люди слушали мои песни и вдохновлялись. Чтобы я могла вдохновлять человека на что-то. На последнем финальном концерте я пела песню «Беги». И она очень всем понравилась. Многие писали разные истории, связанные с этой песней. И они говорили, что эта песня вдохновила их. Я все это слушаю и понимаю, что вот как может песня тронуть человек до глубины души. И вот мне хочется доносить свои песни до людей. У нас был концерт в Хабаровске. И у нас была девочка, которая написала нам в инстаграме, которая говорила, что у нее грудной ребенок и она не сможет простоять там в очереди на концерте или где-то еще. Сможем ли мы провести ее на концерт? Она возьмет с собой маму. Мама побудет с грудным ребенком, она побудет на концерте. В общем, какой-то такой план. И она приехала с коляской, с ребенком маленьким. И она говорит, что на втором месяце беременности ее бросил муж, ушел к другой женщине. И единственное, что ей помогло родить здорового и прекрасного ребенка, это музыка, которую я пишу. И я в этот момент стою, на нее смотрю и понимаю, что ну все, пиздец. Ну то есть мне сейчас морально пиздец. Я не знаю, что ей сказать. Я не знаю, чем ей помочь. Она мне говорит, что я ей уже помогла, а я понимаю, что как мои песни могли помочь. Я до конца не отдаю себе отчет, насколько мои песни оказываются другим людям попадают в какое-то глобальное их состояние, из которого они их выкарабкивают. Я даже мечтать не могла о том, что мои песни для кого-то станут саундтреком выхода из депрессии. Знаешь? Вот никогда о таком не могла думать. Даже загадать бы этого не могла. Самый большой твой кайф на сцене когда был? Когда люди орут. Когда сольный концерт в Москве, у нас две недели рекламы были. Было всего лишь. И я говорила, я не соберу. Я не соберу, я не соберу. весь лейбл говорил, типа, менеджер говорил, что соберу, продюсер говорили, что соберу, я говорю, а я не соберу. И я стою за кулисами, заходит Михайлова и говорит, у нас очередь до шлагбаума. Я такая говорю, ну, видимо, шлагбаум близко. Я стою за кулисами, а у меня в интро песни кусками чуть нарезаны были. И я просто в какой-то момент снимаю наушники и понимаю, что люди подпевают даже интро. И там прям пачка голосов. И я впервые в своей жизни слышала такой синхрон. То есть я начинаю петь песню «Давай навсегда». У меня аж мурашки побежали. Я начинаю петь песню «Давай навсегда». Я рассмеялась на сцене и не смогла допеть. Потому что начинается куплет, и я такая типа «Не, броди, опять!» И я понимаю, что я себя не слышу. Я себя не слышу в наушниках, потому что они орут куплет. Они у меня поют от начала до конца каждую песню. То есть стоят девочки и плачут на концертах. Вы готовы? Вы мне есть выход и спортили мурашками по делу. Нет никого круче нас! Нет никого круче нас! Нет никого круче нас! Потому что я не соврала в каждой написанной строчке. И это стихи, которые выдернуты просто из их жизни. Я просто писала. Мне просто было в кайф. Мне просто... Мне так становилось легче. И все. Оказывается, теперь другим людям тоже легче, когда они это слушают. Есть планка профессиональная? Профессиональная? Твоя, на сегодня. Я очень хочу олимпийский. Это моя мечта самая главная на данный момент. Я к ней иду. Хочу 5 миллионов на канале. Подписчиков. Я хочу выпустить международный сингл. Так. На английском? Да, на английском, на весь мир. Я хочу быть номередем в этой стране. А куда Аллу Борисовну будем девать? Куда? А что с ней? Ну, раз номер один в стране. Ну... Я не знаю. Я об этом не думала. Об этом не думала. Да не, все будет. Я уверена в этом. Я тебе отвечаю. Через 5 лет люди посмотрят это видео. Они подумают, блин, нифига. Она как будто знала, что будет. И она так и будет. Нет никого круче нас! Я не понимаю, что ты хотела. А Иринка та еще флиртушка? Да. Это что, хейтерский комментарий? Прочитай, я вырежу. А Иринка та еще... Как же меня бесит это Шихман. Первый заготовленный вопрос задает нормально, но если прет от себя тяну, рука-лицо. Шикарная баба. Старовато, но ей старость даже идет. Внучок, милый мой, напиши уже мне, пообщаемся. Моя постоянная рубрика «Убьем евреев». Ёбаная еврейка Шихман уёбывает свой сионистский Израиль, пизда либеральная, жечь ее в печи. Шихман любит Гитлера, пиздец, приехали. Вот она, пятая колонна. Мамочка, я не зигуема. Нормально все с позиции. Вы опять стесняетесь и боитесь гостя? Если бы вы знали, как они нас тут... Пиздец. Пиздец.